господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно номер 198 события дня 2 фессалоникий сам 3 10 если кто не хочет трудиться то ты не ешь за 27 июня 2016 года галина в леске новокузнецкий дорогой игнатий тихонович радоваться у меня вопрос решение сейчас на крите о создании глобальной структуры над всем православием почему зачем и что думать простым верующим переполнены этим сообщением соцресурсы очередные опыты князя тьмы это мое отношение иисус христос один и тот же до скончания века не один и тот же как сказать чтобы по понятно было тот же самый тот же в этом весь смысл что один тут ясно но сколько их потом под этим именем придет христа поносит а все стараются ему подражать и выдать себя за христа вот это тоже факт но сегодня никто же не объявляет себя я сталин или я ленин а я христос вот в это только стоит вдуматься то и понятно что это где-то отображено должно быть что придут под именем но наполеоном себя никто не выдает его дурдом запечатают а христос себя вставит ну нормально и в америке и в россии полно было определять какие-то сроки назначать хрущев сказал никита сергеевич нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме 62 год 82 год 18 18 лет до 2000 лет и сегодня 16 ну вот тебе 30 лет мы уже при коммунизме и не надо умом никуда блажать мы уже при коммунизме из такого коммунистического рая не вылезти и мышление все так и осталось ну если знаем что придет антихрист над всем миром будет то даже эти люди думать как дальше это привести в действие православное только название одно что общая глобализация там проще ничего этого не знает ежедневные заботы суета склоки как пишет сирахов у каждого страх смерти и все остальное что значит цель в большей цели чем ставили коммунисты как можно найти пролетари всех стран соединяйтесь куда соединяйтесь каким образом разные люди хотели соединяться прибегали оттуда сюда и все в гулаг и все они тут сгинули был интернационал сгинул был фашизм самая отлаженная четкая система праха не осталось самой германии в первую очередь но сейчас бы ангела меркель была при гитлера еще бы с ней сделали да и весь народ ничего нет все идет по разнаряженному вышел овен вот государство персия пришел козел козел александр македонский а мог у нее прийти когда разнаряжена как не придет он обязательно придет устройство каждого организма уже богом сотворено сделано так это и будет приходится иногда промывать кишки внутренности баранов колет мне отдают для собак как сложно все устроено это книжка там лисаешь там книжка настоящая как эти соки трава размельчается пьют воду баран-то об этом не думает что-то сало отложится у коровы на молоко никто об этом не думает а давайте слова наставим здесь глобальное там увеличение молока никто не знает молока нужно только столько сколько прокормить теленка остальное человек уже придумал придумал и на пользу себе и господь разрешает это так и растения и насекомых все везде запрограммировано назначено она будет жаба свое время придет и будет спальне на постели у фараона и есть служащие которые у дверей стоят их могут за это дело наказать ничего не сделаешь тюрьма крепкая запоры прочее но вот приходит ангел распахивает все уснули как уснули то они могли еще раньше спали на вахте 16 человек решаться жизни а они-то фактически ни при чем но у каждого свой грех и господь находит это так и здесь о создании глобальной структуры на всем православим какая структура какое православие даже создадут вчера создали ее еще дальше я молился и буду молиться посты соблюдал буду соблюдать но они эта система привыкли а вот патриарх сказал ну сказала что еще как понять надо нише говорил я отвечаю за свои слова не за то как вы их поняли его библия то одна и 21 тысяча ересей которые называются конфессии динаминации нет этих слов библия то сатана прикрыл их вот глобальная система лжи до толкование то есть святых отцов да и толкование перетолкует по-своему только так чтобы было мягко жирно сладко а ты начни каждый день работать чтобы в поте лица есть хлеб свой ты вся эта дурь уйдет это владимир мономах еще говорил безделье научить всему худому поэтому надо учить ребенка работать вот мы в лагере дело как беснуются буквально и ребенок трассу на трассе рабочего работает камушки кидает на метр которая сдвинула кокору собирает на жует он почему не ставите в труд что челюсти у него жуют что ходит на двор оправляется труд конечно труд и там и здесь он надувается и дальше начинаете рассуждать определенная система которая в природе есть и сама ли природа учит рот его побуждает к тому говорят премудрия нам трудится человек рот побуждает а не потому что он решил коммунизм или фашизм построить из этого надо сказать труд и молитва молитва и труд ничего это никакие криты ничего не сделают всякие разные системы уничтожить христиан были всякие гонители диоклетиана демициана и юлианы были же все это проходили кто-то соединялся кто-то придавал своих на это каноны есть другие предпочитали умереть как екатерина великомученица варвара пантелеймон вчера мне пишет а не михаил батугин игнатий тихоныч мир вам почему тимопей попросил забрать его из лагеря побыстрее боится что приедет милиция его заберет или еще что-то я-то не слышал дал ему телефон вот это вопрос бы даже не возникал но я даю разговаривать а если бы у него телефон был доход при людях это говорит а я не слышал мне говорят тимопей просятся из лагеря забрать ну забираю хоть сегодня кто его держит я вас туда не звал и вот такое мнение говорят здоровый мужик нормальный совершенно и мнение ребенка кто это знал я пишу на этом потому что он тимопей уже понимает свою ложную выгоду и все это свистопляски вокруг него там баба там мама папа развелись и и каждый ему в рот сует шоколадку халву с трех сторон полон рот до верхней губы нужно сказать все время закусывает нижнюю губу скажу отпусти губу то маленько то и все время один выделялся прошлом году и нынче что бы не делали он совершенно один коллектив его не за тебя не коллективе говорю а верующих отдельно плетется где-то сзади абсолютно не нуждается в люди почему главные люди для него мама папа баба и он извлекает из этого большую выгоду кто есть смерть мнение ребенка я на то пишу и что значит могут слова девяти летнего ребенка для отца когда он показывает капризы ребенок не хочет за собой убрать и что не хочет идти в школу не желает рано вставать и что надо ним кумиром тешатся распустили крылья с хвостом почему наши отец и мать тихона мария никогда не задавались таким вопросом потому что нам нужно было помогать родителям во всем трудиться уже с пяти лет и раньше мы пасли и что было бы если бы наши родители прислушались к мнению деси детяти что за мнение у ребенка и откуда оно вообще могло прийти какое мнение если нас было 10 ребятишек 10 но один и 10 это разница есть мать говорит отец что-то там на улице кто-то плачет мать хорошо слышала отец контужен и был вышел да вроде никого нет мать пошла сама в картошке лежит кажется валя спит днем он там полола уснула и ночью-то прохладно и отец вечером они лежат на палатах он по ногам посчитает кто-то ноги подтянул под себя по ногам разосланные шкуры барани и все выросли ни один в тюрьму не попал ни один наркоманом не стал пьяницы были потому что родители упивали а тут один маханьки нелюдимы и он уже знает как ведь веревки из окружающих какое бы дело не делал куда бы ни шли он везде последний после вообще не видит даже что рядом люди там девочки мальчики он не видит просто не видит зачем ему видеть то выгода от них никакой нету я реакция детей именно такая какую он желает его отторгают вот приезжают какой бы он ни был мальчишка девочки пришли обнимают целуют вместе все он в коллектив не входит сидит совершенно отдельно плетется отдельно и маленько мы начинаем расшевеливать вчера он показал как может поленицу готовые дрова складывать поли пилить то толком еще не может а это уже может если у нее ездили никто никуда его не грозится забрать да и как это может быть не милиция никто милиция полиция каждый день звонит сейчас как у вас дела но все благополучно сколько детей все но все хорошего два вопроса больше нет почему президент дал указания кто-то забрать его хочет куда забрать когда он уже забран он уже забран он не там и не здесь и нигде он не ценит ни дружбы не расположение к нему ничего он как данность принимают я пытаюсь его даже где-то как бы отдельно выделить что-то поговорить с него он не нуждается совершенно в этом зачем он понял что нужно быть вот таким отделенным и тогда каждый бьется он ни за кого не показывает он бы ревностно показал папа ты мне не нужен совсем или как-то или мама нет а они вокруг него пляшут зачем бог устроит как надо делать надо по-божьему наша задача привить любовь насельников к родителям к дому а не к лагерю он мнению его мнение это секундный пискомарик а не более того успокойся молись и трудись ревностно это отцу михаилу говорю борьба за тимофея продолжится у вас еще не один год если он будет жив в коллективе он слепой и глухой уже отъявлены эгоизм фонтанирует из него и лучшего места для него чем здесь вряд ли где обретется разговаривать не надо больше не звоните ответ больше не звоните ему не будет дан телефон не надо потому что это вред он нормально только начал налаживаться и в это время бац все он понял отец будет на нем на цирлах ходить кажется на цыпочках и вот это и есть борис а пишет игнать тихонович как с вами с вами побеседовать очень прошу вас пожалуйста ну даже простенькое пишут столько ошибок лепят вот здесь только раз два три четыре может быть ошибки в одном предложении не как да и зачем до 10 октября я не могу выходить sky возможности нету я могу один раз выйти за один день спалить что заплачено за месяц и дальше не могу даже замки снять не как я не знаю кто борис а что значит а вообще не знаю что прячется или где-то но у меня везде написано игла скобочках игнатий лапкин еще тут мы вот мы посмотрим и что у нас есть ресурсы вот это мой мир посмотрите как я посыл пытаюсь просчитать последнее что последний кое-как на тишь тихо ночь доброго дня вам александр мальдясов помолитесь а светлане идет сильная потеря зрения братьям низкий поклон молимся так ну доктор бас тут это нету дальше юрий соболев я не могу прочитать даже вот скачет и скачет вот она вот я тяну до конца вот дотянул хочу прочитать она выскакивает поплавок этот ничего нельзя прочитать что за система такая а там в городе так вообще говорить нельзя не могу даже о чем беседовал о чем сказать о пишет никаким образом рукой не поддержишь вот я до конца на вожу она тут же скакнула ушла все в моем мире ничего нельзя считать здесь так что не пишите в него пока до 10 пишите в skype в скайпе читать легко спокойно а здесь точно сделали не досмотрел администрации не могу ответить никак вот остроумно о мощах я ощущаю я нажать даже не успеваю дергал дергал вчера и вот владислав марущак вот он пишет хорошее там ищет ролики я пытаюсь вот сейчас я поднимаю вот он и пошли сама скачет сама система я вообще не задеваю ее и она может скакать часами поплавок скачет я беру тащу вниз вот так все бесполезное дело ничего нету пошел мой мир не пишите больше чит не считаем у читать нельзя никак теперь ну вот у нас есть православный форум тоже еще пока стоит все на месте и наш видеоканал вот он как выявили сначала показать наш форум чтобы увидели и наш видеоканал большой видеоканал вот ставим здесь все открыто сейчас пока говорил что тут было сейчас обновление дам посмотрю посетил кто нет я только что поставил 6 роликов утренние вот заглянули 4 просмотра 5 3 4 3 1 трудится на лагерном огородчике вчерашние пройти в воде уже 414 за день вот а разница наши 300 200 300 200 300 200 вот события дня самые популярные были сейчас самые меньше всего посещаемости потому что ничего тут поставить невозможно прочитать невозможно вот так и все на этом ну наше самое большое поле деятельности это во свете библии православный библейский сайт вот как здесь 4124 вопроса ответа вчерашний день события мировые не знаем радио мне купили отдельный приемник тоже что-то барахлит тут не поймешь и мы узнаем уже позже да ничего от этого не теряем вчера терентий был это старший сын этого игоря барабаша и он помогал вообще-то недомогает со спиной но на тракторе было очень хорошо будет трактор успели завести на два пруда нужно было там солома завести и то что мы напилили как назвать там жерди бревна тяжелая работа была очень и не завез сделали это теперь проволоку мы вчера уже распутываем готовимся идти хотели идти на дальний пруд дальний рыжковский рыжковский пруд но погода такая сегодня ночью моросила бои далековато идти дождь захватит может быть на ближнем на лагерном будем работа с места сдвигается но самый главный вопрос я говорил это первый мостик как чем где брать эти материалы материалы должны быть думал деревом не получилось это придется кран нанимать это выкапывает блоки бывших зданий фундамента но этот разговаривать за столом хорошо найми на миллион один день ты найдешь тысяч 10 с лишним отдай да и увезти как ну и что-то надо делать не знаю очень непросто и трудно теперь уже дело идет к июлю месяцу еще дней 8 вставать будут 5 потом в пол шестого потом 6 а 2 августа уже расходится 10 июля будет крещение кого разрешено кому не разрешено категорически запрещено приезжать у нас определенные правила и вот и вот интересно если люди начинают между собой беседовать и они добрым где-то уже делаются врагами а дальше они в разные стороны разлетятся друг другу не нужно у нас такое было в общине друг друга не знают но вместе начинает судить первую очередь меня и дальше делается врагами и вообще уходят теряет все это мне татьяна капустина дай богу сдавал шесть в горе заявляет о себе что мне все в порядке я не беру не открываю богу нашему слава во веки веков аминь